На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Гонбольный сезон завершился в Гомеле. Во дворце игровых видов спорта прошел финал четырех Кубка Беларуси среди мужских команд. В полуфинальном противостоянии Скай и Машеки чудо не произошло. Армейцы легко оформили путевку в финал 32-23. А вот Гомель едва не сотворил сенсацию, играя против мешков Брест на равных практически весь поединок. Чемпион лишь ближе к середине второго тайма смог убежать в небольшой отрыв и победить 35-29. Оставившие все моральные и физические силы в полуфинале, гомельчане не сразу вошли в игровой ритм в матче за бронзу против Машеки. Созданный на старте матча хозяевами небольшой задел, могилевчане быстро нивелировали, а к концовке первого тайма сами повели в счете. На перерыв Машеку ушел лидером 13-11. В начале второго тайма свое слово сказал Дмитрий Смоликов. Три быстрых гола от капитана Гомельчана счет на табло уже равный 14-14. С Машекой просто всегда тяжело играть. Они плюс-минус равные команды, поэтому тяжело играть. Плюс у них там какие-то игроки новые, какие-то там старые в этом сезоне. Они начинают немножко больше вливаться в состав и из-за этого тоже нужно немножко подстраиваться. Далее в атаке у Гомельчан все пошло гладко. Голевой почин Смоликова поддержали Ященко и Орловский. В итоге на троих они набросали ворота соперника 24 мяча из 29-ти. В защите партнеров поддержал Ярошук, сменивший в воротах Корсака. Гомельский голкипер геройствовал в рамке. Контраргументов у могилевчан не нашлось. Гомельчане победили 29-26. Есть такие победы, когда вырываются за счет характера. Вот сегодня эта победа именно была благодаря характеру ребят, которые во втором тайме разозлились и показали свою истинную игру. Я им за это очень благодарен. Мужской гонбольный Гомель вернулся на свои былые позиции. В нынешнем сезоне гомельчане к бронзе чемпионата присовокупили и бронзу кубка. По словам главкома команды Андрея Мочулова, костяк в межсезонье сохранится, но без потерь не обойдется. Уже точно покинет клуб украинец Сергей Орловский, а также белорус Дмитрий Смоликов. Гомельчанин попробует свои силы в чемпионате Польши. Понятно, что результат хороший, мы довольны, не буду скрывать. И, честно говоря, сейчас я удовлетворен сезоном, я думаю, что руководство, игроки тоже удовлетворены. Хотелось ли большего? Понятно, что мы все хотим большего и могли где-то, может быть, зацепиться, но не смогли. Значит, на данный момент мы третий и будем радоваться бронзовым медалям здесь и сейчас. Обладателем Кубка Беларуси в 13-й раз стал Мешков Брест. Победа бессменному чемпиону последних лет далась непросто. Армейцы им дали серьезный бой брещанам. В финальной серии их преимущество составляло всего один гол – 34-33. Гомель поднялся на третью строку в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. В 11-м туре зелено-белые дома на поле центрального не заметили сопротивления со стороны Минска. Уверенная победа 5-0. Голы забивали Сайчич, Соловей, Побудей, Левицкий и Костров. При этом хозяева в конце первого тайма при счете 2-0 остались в меньшинстве. Красную карточку арбитр показал Зайцу. Мозырская славя в 11-м туре проиграла на выезде Батэ 0-3. Одним баллом сумел разжиться спутник. Выездной матч с Неманом завершился в ничью 2-2. У гостей забивали Концедайлов и Санец. Нареческая команда все так же замыкает турнирную таблицу. У Мозыряне на 13-м месте лидирует Шахтер. У Горняков 100-процентный результат. 11 побед в 11 матчах. 1 июня продолжатся полуфинальные баталии в чемпионате Беларуси по мини-футболу ВРЗ. Столица сыграют в Минске. Игра стартует в 19-0-0. Первый поединок в этой паре прошел в Гомеле. Победу в серии пенальти добыли вагоностроители. БЧ и ВТН второй матч очного противостояния проведут 2 июня в Гомеле на паркете «Локомотива». Начало в 17-0-0. В этой полуфинальной серии впереди энергетики 1-0. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.